Вчера генеральный прокурор Юрием Стуканом поступило заявление, чтобы он проверил наше публичное интервью, которое было на Делфи ЛВ, в передаче «Накомость Луцу», где выступала Юлия Степаненко и Любовь Швецова. Нет ли признаков уголовного преступления? Если вы начинающий журналист, вы можете взять это интервью как пособие, как не надо делать интервью, потому что это был просто допрос. Да, у Вену Атыбы болит голова, но я решила немножечко покопаться в истории, что же происходит. Ведь ничего не происходит, если вопрос касается власти. Чтобы вы понимали, в Яуна Вену Атыбы есть свои кланы. Она состоит из старой Вену Атыбы и Яуна Вену Атыбы. Сыла не является новым поколением политиков, как она сама про себя говорит. И она состоит в Вену Атыбы. А теперь вспоминаем 2011 год, когда господин Заттлерс, будучи президентом, распускает Сайм. Вы помните причину? Потому что господина Шелессерса не отдали под уголовное преследование и не разрешили делать обыск в его доме. А вот посмотрите господин Ренкевич по правую и левую руку от Заттлерса. Нынешний министр юстиции Инна Салыбиня Эгнера была в его команде тоже. Почему госпожа Сылыня так уверенно сидит на своем кресле и даже не переживает, что ей не хватит голосов? Может быть, потому что господин Шелессерс голосует за полигон в Сэллой, потому что он голосует против русского языка. И он поддерживает кандидатуру в министры обороны Байбу Бражи, хвалит ее. И вся партия, вся фракция голосует за. Почему такая щедрость со стороны Шелессерса? Крутим видео назад. Роспуск Сайма не выдали в уголовное преследование. Вы начинаете немножечко понимать. А вот девушки посещают дни рождения и неделю моды. И это не простые девушки. Это премьер-министр, министр юстиции и супруга господина Айнера Шелессерса. И какая же связь нашего письма счастья с Виллой Тейбой и Шелессерсом? А потому что заявление генеральному прокурору написал Эдмунд Юревич. А кто такой Эдмунд? А Эдмунд с 2012 года по 2015 год был в правлении партии реформ. Затлерс. А сейчас Венуа Тейба. Как вы понимаете, это не явно Венуа Тейба, где Карич. Это там, где Сылыня. Мы понимали, на что мы идем. Мы понимаем, что политика – это грязное дело. Но не надо нам писать письма. Сидите тихо. В этот момент мы будем в два раза больше работать, в два раза больше посещать города, общаться с людьми, потому что мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку. Не забываем подписываться, ставить лайки и распространять наши видео. Всем спасибо за поддержку.